Доброе утро! Прямая линия с главой региона. Сегодня ровно в полдень Андрей Травников начнет отвечать на вопросы журналистов и жителей региона. Эфир пройдет сразу на нескольких площадках, канале ОТС, в социальных сетях паблики правительства Новосибирской области и Центра управления регионом. Вопросы наш колл-центр принимает на WhatsApp и Telegram по номеру 7 913 370 1428, а также на электронную почту интернет-собака.отс.тв.ру. В нашей стране могут ввести стартовый пенсионный капитал, то есть будут выделять молодым людям по 10 тысяч рублей из бюджета для того, чтобы они смогли начать формировать накопительную часть будущей пенсии. В Российском Союзе промышленников и предпринимателей предлагают заводить специальные счета, которые потом можно пополнять в течение жизни. Однако в партии пенсионеров России за социальную справедливость к инициативе отнеслись критично. Там считают, что подобный счет должны открывать на каждого россиянина еще при рождении. Сначала аккумулировать на нем все государственные пособия на детей, а потом отчисления во время трудового стажа. Кроме того, в партии недовольны управляющими компаниями, которые работают с пенсионными накоплениями. В прошлом году средняя доходность таких фондов составила 4,7%. В партии пенсионеров предлагают законодательно ввести минимальный уровень доходности хотя бы выше средней годовой инфляции. Резиновую крошку сделают из отработанных автомобильных шин в Новосибирске. Региональный оператор решил собрать такие отходы с контейнерных площадок и передать организации, которые займются их переработкой. Когда рекоператор объявил эту акцию, то она получила широкий отклик. Впервые ее провели 6 января и сейчас решили продлить. Новый сбор покрышек состоится в апреле. Для того, чтобы заявку приняли, нужно приложить к ней фото. Отправить можно не только по электронной почте, но и в социальных сетях. В нашем городе состоится соревнование по сноукайтингу. Первенство пройдет с 24 по 27 февраля на акватории Новосибирского водохранилища. В нем примут участие десятки ведущих спортсменов из разных городов. Детский сноукайтинг в России развивается уже более пяти лет. За это время появилось много юных спортсменов, показывающих высокий технический уровень катания и отличные результаты на региональных и межрегиональных соревнованиях. Добавлю, что мероприятие пройдет при поддержке Всероссийской Федерации парусного спорта и областного министерства физкультуры и спорта. В Новосибирске завершается сезон парковой гимнастики. Его закрытие состоится в среду 23 февраля в Первомайском сквере. Сбор в 9.30 у фонтана. Оздоровительную гимнастику проводит автор методики, инициатор проекта при поддержке городского департамента по социальной политике. Занятие проходит на свежем воздухе бесплатно для всех желающих без возрастных ограничений. Разработанная система упражнений направлена на профилактику заболеваний позвоночника и суставов и укрепление организма в целом. Сегодня одна из самых красивых дат календаря. Сочетание цифр 2202-2022 многие россияне намерены использовать в своих интересах. Как следует из опроса сервиса Суперджоп, наши соотечественники считают дату прекрасной для вступления в брак. В интернете даже появились объявления о продаже очереди на бракосочетание в этот день. Суммы по час просто колоссальные, между тем в зеркальную дату выросло количество россиян, намеренных приобрести лотерейный билет. Кто-то планирует пройти собеседование, а некоторые непрочно назначат на этот день сделку с недвижимостью или отправятся в отпуск. Однако, как говорят эксперты, подавляющее большинство россиян никаких особенных событий на сегодняшний день не планируют. С начала марта в аппарате уполномоченного по правам человека в Новосибирской области возобновят личные приемы граждан. Амбуцмен принимает в здании регионального законодательного собрания по предварительной записи. Номер телефона вы видите на своем экране. Заявители должны использовать средства индивидуальной защиты, медицинские маски и перчатки. Кроме того, к уполномоченному по правам человека можно обратиться письменно, в том числе оставив заявление в специальном боксе для корреспонденции на первом этаже, а также посредством электронной почты или через интернет-приемную на сайте амбуцмена. Старый друг лучше новых двух или почем нынче искусства? Кинотеатр «Горизонт» опять открыт для посетителей. Владельцы уверены, что учреждение массовой культуры свой потенциал не потеряло. О новой стратегии работы, известного в городе бренда, расскажет Константин Клещин. После простой кинотеатр «Горизонт» опять открывает двери. Теперь, по сути, как социальное учреждение культуры. Посетители удивятся цене на билеты. Она минимальная настолько, насколько ее разрешают снижать владельцам экранов прокатные организации. Да, он сейчас доступен для всех, для студентов, для пенсионеров. У нас самые бюджетные билеты. Мы готовы принять всех и ждем наших гостей. Не обязательно ехать далеко. Можно выйти из дома и прийти к нам в кинотеатр. Стимулирует открытие кинозала и недавнее решение мэрии Новосибирска. «Горизонт» как собственность муниципалитета перевели из фонда коммерческого имущества в фонд социально значимого. Плата для арендатора снижена, что в свою очередь отражается на билетах для посетителей. Такие административные решения – часть стратегии помощи бизнесу, который пострадал в период пандемии и теперь опять готов работать. В нашем кинозале обновилась звуковая система, поставлены новые акустические панели. Звук заиграл по-другому. Владельцы сети кинотеатров говорят, что поход в кино может быть еще более выгодным, если это групповая заявка. Впрочем, запуская кинозал, оператор объекта надеется на реанимацию всего комплекса «Горизонт». Речь и об анкетном зале. Он в свое время также был популярен в городе. Константин Клещин, Евгений Агеев, Новости ОТС. Настоящий электрошок. В этом году в 10 раз и даже более вырастут цены на техническое присоединение частных домов к электросетям. Принятый Госдумой закон вступает в силу в июле. Изменения касаются владельцев частных домов, а также мелких и средних предпринимателей. Это те, кто использует электроустройство до 150 кВт. Стоимость подключения зависит от запрашиваемой мощности. Если сейчас 1 кВт в среднем оценивают в 550 рублей, то с июля это уже 5000 рублей. Подведение электричества к новому дому обойдется примерно в 75 тысяч рублей. И это еще не все. Цены на подключение к сетям отпускают в два этапа. Формируя тариф с июля этого года, компания компенсирует себе 50% затрат, а с января следующего года – все 100%. Лишь каждый 50-й россиянин считает Новосибирск брутальным городом. Это следует из опроса, проведенного сервисом бронирования жилья. Исследователи интересовало, какие российские города можно назвать самыми мужественными. В итоге оказалось, что самым суровым можно считать Челябинск. На втором месте – Севастополь. Он набрал 14% голосов, что на 6% меньше лидера рейтинга. На третьем месте – Норильск. Затем расположились Мурманск, Кемерово, Волгоград, Сочи, Череповец, Ростов-на-Дону и только потом Новосибирск. Опрос проводили в социальных сетях. Новый четвертый мост через ОПЕ в Новосибирске почти надвинули. Работы выполнены на 80%. Об этом сообщает консессионер строительства объекта. По данным компании, на данный момент уже удалось собрать почти 9 тысяч тонн металлоконструкции. И надвинуто 625 метров. Работы по надвижке вышли на финишную прямую. А на правом берегу параллельно ведут сборку самого протяженного пролета моста. Его длина – 380 метров. Напомню, проезд по мосту будет платным. В Новосибирске снимают таракана. Два творческих объединения делают фильм о семейных ценностях. В ролях известные новосибирские актеры и их дети. Место действия ограничено стенами одной квартиры. За съемочным процессом понаблюдал мой коллега Алексей Кудинов. Съемки даже краткометражного игрового фильма – процесс сложный. Юная София Казанцева работает наравне с актрисой «Красного факела» Екатериной Жировой. Даже крохотный эпизод требует по 7-10 дублей. И к самым юным артистам еще нужно найти подход. Дети не будут играть в кадре как профессиональные актеры. Но они могут жить в тех декорациях и обстоятельствах, которые создали авторы фильма. Работать в кадре с детьми тяжело. Это, как говорил мастер моего курса, нельзя выпускать на сцену детей и собак. Потому что это такие органичные и живые создания, что рядом с ними, каким бы хорошим актером ты ни был, они тебя продадут. Потому что они-то не играют, они абсолютно искренни. В фильме «Таракан» заняты несколько профессиональных артистов. Да и сам режиссер многим известен по ролям в театре «Красный факел». По основу сценария лег рассказ новосибирского писателя Александра Бессонова «Спящий красавец». По сюжету героине Екатерины Жировой предстоит провести день с чужими детьми. Это может изменить взгляды девушки на семейную жизнь. Денис Казанцев снимает ироничное, легкое кино, но с ясным посылом. Пытаемся просто поговорить о том, что сегодня актуально, очень злободневно, когда, на мой взгляд, да, как бы, вот этот институт семьи у нас так возрождается, только, мне кажется, после долгих лет простоя. И вот, и отношение вообще к тому, что рожать детей или делать карьеру – это очень важный момент. Или там рожать детей или жить для себя, а потом, может быть, заведем как собаку детей. Вот об этом мы пытаемся поговорить. Для Дениса Казанцева и его коллег это уже не первая игровая картина. В короткометражке «Мальчик, Христоф и Камень» собрали целую коллекцию призов на международных кинофорумах. Фестивальную жизнь начинает только что выпущенная лента спуститься до небес. В «Таракане» авторы специально ограничили себя. Все съемки проходят в одной квартире. Что получится, те, кто следят не только за голливудскими новинками, но и за аторским кино, узнают через несколько месяцев. Алексей Кудинов, Андрей Дулепов, Новости ОТС. И к этой минуте у меня все новости. С ними вас познакомил Александр Журбин. Всем удачи и до встречи. Смотрите эфир и архив записи телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова